итак мы в эфире сегодня у нас будет серия туториалов пока все сидят на карантине вот со мной в студии в гостях у меня аня морган всем привет всем привет вот и поэтому мы будем сегодня делать карту для дума вот тут на днях вышел думы и чернал вот а я решил вернуться к истокам и сегодня мы будем делать карту для дума 2 знаете прям по олдскулу по хардкор и так первое что нам понадобится так у меня закрылись ссылки а нет вот они открылись итак первое что нам сегодня понадобится это редактор вот делать использовать мы будем doom builder я немножко предыстории расскажу анти как там в порядке да да супер интересно я кстати ни разу на дум билдере ничего не делала тема довольно прикольно да да тема вообще офигенная потому что дум билдер супер казуальный я даже слышал что его в каких-то школах используют вот на самом деле вот тут картиночка вот он дум билдер в школе в китае это было еще до коронавируса 2008 год вот короче это не оригинальный редактор то есть это более современная более казуальная версия то в чем делались карты для дума 2 я на самом деле вообще не представляю что это был за редактор в те годы даже windows и не было и и не было там никакого не photoshop вообще ничего вот редактор у меня уже скачан скачать его можно вот отсюда по вот этой ссылочки вот второе что нам понадобится это собственно сам doom вот оригинальный doom мы тоже не будем использовать мы будем использовать порт для дума то есть это как бы кастомный движок более современный и вот мы будем использовать вот этот gz doom а в чем отличие их целых три да ну ты знаешь чем то они отличаются вот я вот вот эти два я не пробовал я знаю что gz doom он считается самым навороченным по графике там по фичам и по всему остальному ну то есть это гораздо более крутая штука чем оригинальный doom вот от оригинального дума мы будем использовать только ресурсы и так я прям сделаю все со нуля чтобы каждый у себя мог это повторить и так что мы будем делать а эти файлы у меня уже скачаны и и так загрузки так вот он мой gz doom вот я сделаю новую папочку она у меня уже здесь сделана вот она и сюда я просто распакую свои ресурсы вот так вот так теперь мне нужны ресурсы самой игры то есть на самом деле газы doom это только движок всех все ресурсы где где хранятся собственно типа текстуры звуки карты и все остальное его здесь нету это надо искать в интернете или если у вас куплен doom или может быть где-то скачать вам нужно два файла doom ватт и doom 2 ватт вот эти вот вот их мы просто скопируем так теперь собственно сам редактор давайте я запущу игру только он сомневается что тут все в порядке но на самом деле тут все в порядке вот нас интересует наверное doom 2 или может быть ультимейт doom там музыка круче давайте вот это использовать а графика где круче графика ты знаешь там везде она одинаковая так итак смотрим работы так у нас к сожалению не записался не записалась игра с полного экрана и поэтому я просто перепишу этот кусочек хочу вам показать настройки сейчас я сделаю в окне а 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 так буквально секундочку 768 вот так вот так и теперь собственно когда мы видим нужно сделать несколько моментов во первых нужно настроить управление на вазе то есть это вот муфорвард в с от и так и открывание на кнопке е здесь все проверяем работы следующее что надо сделать это плеер сетап поставить полу и страны мы все время бегали вот теперь по графике по графике мне нравится когда игра это нам нужно зайти вот сюда в текстуре мне нравится когда игра пиксельная то есть когда вот в ней нету сглаживания и как я уже говорил doom builder он такой более навороченный в плане графики в смысле не дум билдов господи что я говорю гс doom вот и сейчас я эти опции включу они находятся вот здесь в софтворе процессинг я включу bloom bloom это штука которая делает светящиеся миста там всякие лампы фаерболы и прочее она их делает еще более яркие lens distortion это такой эффект который вот немножко по краям он делает размытие ambient occlusion делает затемнение по углам вот все остальное я не буду трогать вот здесь вот видите появилось затемнение и как это все настройки которые нужно сделать в windows вот так вот во чтобы прям можно сделать побольше или с лицом давай с лицом оставим так все думы настроили теперь давай к редактору вот doom builder собственно его надо установить после того вот нужно его немножко настроить и так нам нужно зайти в game configuration здесь мы будем работать за думом в формате хексом так я чуть чуть попозже объясню чуть такое вот нам нужно добавить то ресурсы чтобы редактор их видел вот и для этого мне нужен диск d вот он я добавляю сначала doom ватт потом doom 2 ватт вот и теперь нам нужно указать игру которую мы будем использовать мы будем использовать газету так в принципе все я думаю что все итак давайте сделаем новую карту вот здесь вот мы указываем game configuration будем использовать за doom in hexon формат чем вот эти штуки отличаются они отличаются с криптованием если оригинальный doom в плане скриптов он мало что умеет но он умеет там типа двери открывать лифты и и все остальное вот не очень много то за doom в плане скриптов он гораздо более продвинутый и на мой взгляд гораздо более удобный и понятный поэтому использовать мы будем его в принципе это только на это и влияет вот тут он сразу сказал вот я увидел ресурсы название карты вот это оставляем по дефолту то есть тут ничего менять не надо вот и вот у нас открылся редактор от этой сетки у меня аж зарядила в глазах короче смотрите давайте сделаем первую комнату для этого мне нужно нажать control д чтобы перейти в режим рисования и нарисовать нашу первую комнату все предельно просто вот вот так она выглядит кнопочка double в чтобы переключиться в 3d вид вот так она выглядит давайте немножко по терминологии поговорим вот эта штука в думе то что я рисую зовется сектор вот doom на самом деле хоть он и выглядит трехмерным на самом деле он два с половиной d то есть все что можно делать в игре это вот карта с видом сверху то есть условно говоря я не могу сделать чтобы у меня в одном месте на карте был этаж над этажом то есть грубо говоря как план здания рисуешь 2d и потом уже машин его смотреть в объеме получается так устраивается и знаешь да это план одноэтажного здания вот в нем могут быть перепады высот то есть давайте я покажу как это выглядит сейчас я сделаю еще один сектор и doom он позволяет манипулировать полом и потолком то есть я могу потолок поднимать опускать его вот и как бы тем самым достигается разница в высот то есть сами сектора я рисую вот в этом режиме накладываю текстуры и высоты настраиваю в 3d виде а как ты сейчас меняешь высоты высоты меняются смотри вот можно выделить полигон полигон я не знаю в думе вообще-то есть наверное полигон стопудово вот эта штука зовется давай мы назовем ее потолок и пол собственно в думе они так и зовут вот надо выделить потолок и просто колесиком мышки я его вот так вот кручу он поднимается и опускается то есть тут все предельно просто можно в принципе не выделять а просто вот как бы навелся он его стал подсвечивать и нормально если выделить несколько то он их будет поднимать одновременно кнопочка c используется для того чтобы снять текущее выделение то есть если я что-то навыделял я жму кнопочку c выделение сменяется вот так же есть несколько режимов то есть можно вот они здесь находятся работа с вертексами когда мы двигаем вертексы то есть вертексы в думе на самом деле практически все в думе двигается правой кнопкой мышки в думбилдере то есть я если мне надо типа скошенную стену сделать вот я кликнул добавил вертекс и вот так вот скосил угол вот можно работать с линиями то есть это грубо говоря стенки вот и собственно работать с секторами разоги на эти режимы хитро это работа с секторами соответственно л это работа с линиями вот и в это вертекса вертексы так все правильно и есть еще кнопочка t это работа с ThingsMod Или Entity Это всякие игровые объекты То есть вы жмете правой кнопкой мышки И вот у нас по дефолту Создался PlayerStart Вот здесь вот можно Выбрать сторону, в которую он будет смотреть В движке это выглядит вот так Есть еще одна интересная особенность Удумаю Смотрите, можно выделить текстуру Ctrl-C А вставляется она средней кнопкой мышки И видите, вот здесь вот у нас Немножко не совпадает маппинг Видите, немножко неаккуратно Ань, ты тут? А, что-то пропало Ну, теперь мы соединены Сейчас, да, снова здесь Вот, видишь Маппить на самом деле достаточно просто Смотри, кнопка A Она выравнивает Смотри Ctrl-A, нет, Shift-A Выравнивает по высоте А кнопка A Выравнивает как бы вдоль Вот, и соответственно Можно просто выделить и подвигать Чтобы оно, знаешь, более-менее Аккуратненько было Вот я замапил, чтобы было без швов Вот, еще одна особенность Doom Builder Передвижение в нем Не на вазде Как в обычных шутерах А смещено на одну клавишу в сторону То есть это E, D, F, A E, D, F, S На клавиатуре Вот, ну это вот такая особенность Потому что на W здесь Переключение вот это сделано Я не знаю, кто это сделал Но я как бы к этому привык И как бы нормально Вот, еще в Doom есть такая штука Что у каждого сектора есть своя яркость То есть можно освещение делать Это вот этот вот режим Brightness Mode То есть мы жмем правую кнопку мышки И вот мы можем Когда мы двигаем ее вверх-вниз Мы можем сделать поярче Потемнее Так, все Давайте из него выйдем По освещению это все получается, да? А, Brightness ты имеешь в виду А, тут никаких дополнительных источников освещения Ты не ставишь Получается Смотри, оригинальный Doom Он поддерживает только вот такое освещение Причем в оригинальном Doom В нем совершенно другой рендер еще используется Не такой, какой в GS Doom Вот, там он такой, знаешь Как это сказать Короче, там яркость зависит еще от расстояния То есть дальние объекты Они чуть более темные Ближние, чуть более яркие И за счет этого Появляется как бы Дополнительная глубина и объем Вот А тут Как бы Современные движки Позволяют использовать и лампочки И туман И все остальное Кстати, чтобы вот такого не было Можно в настройках Дальность прорисовки сделать максимально Тогда мы будем видеть как можно больше Итак, в принципе Мы можем нашу карту сохранить Назовем ее Best Doom Map Ever Почему бы и нет Вот И мы можем проверить Давайте я сделаю какое-нибудь оружие Видите, здесь на самом деле все предельно просто Все объекты здесь разбиты по категориям Давайте я сделаю шотган обычный Чтобы здесь лежал Видите, вот он появился И сделаю монстр Монстр Давайте обычный имп Будет смотреть на нас Вот И давайте проверим Как все работает Так, вот он наш имп Вот он пошел Начал в нас стрелять Вот Собственно, вот мы сделали Первую карту Блин, очень здорово на самом деле Быстро, легко И динамично Да Можно прикольные штуки собирать Собственно, теперь Давайте начнем что-нибудь делать Вот Давайте я покажу, как создаются двери И давайте Не знаю Выберем текстурки Для этой комнаты Вот Я буду использовать стандартный пак Текстуры Выбираются правой кнопкой мышки И вот здесь вот Он показывает нам все текстуры Которые есть Они здесь как-то разбиты еще по категориям Давайте использовать стандартную базу Сейчас я что-нибудь выберу на свой вкус Посмотрим Как видите, тут выбор достаточно большой Вот В принципе, особо сильно заморачиваться я, наверное, не буду Давайте я выберу стандартную зелененькую Вот эту вот И Здесь будет Такая же Но Вот здесь он сверху, кстати Показывает все, что на карте используется Это очень удобно Давайте вот эту Если с шифтом и кликом То он применяет эту текстуру сразу для всего Видите? Сразу для всей комнаты Сделал Вот Здесь На полу Если кликнуть в пол То тут есть две опции Текстура на полу И текстура на потолке Давайте на полу мы сделаем какую-нибудь плитку Вот такую Стандартную Думовскую То же самое Ctrl-C и Ctrl-V Вот А на потолке Точнее не Ctrl-V А средняя кнопка мышки Так А на потолке у нас будет Как ты думаешь Что у нас будет на потолке? Наверное Тоже плитка какая-то Плитка, да Навесные потолки у нас будут Вот так вот Офисные Ага Так По-моему Чудесно Просто выглядит Давайте Добавим Немножко Геометрии Я Знаете что? Сделаю здесь еще один сектор Просто чтобы было Вот Сектора сразу Добавляется до потолка Вот В принципе тут И давайте я здесь Сетку можно Уменьшить Увеличить скобочками Давайте я здесь сделаю дверь И маленькую Комнату Знаете что? Сделаю На самом деле Лучше не делать Квадратные комнаты Лучше всегда Стараться Придать им Какую-то Интересную форму Вот Здесь я Проделаю окно Пока ты просто соединил Это дело все секторами Да То есть Там не окна Да Да Вот смотри Как все это выглядит Теперь чтобы сделать окно Я выделю вот эту штуку И приподниму ее чуть-чуть А сверху Наоборот Попущу То есть у меня Получится вот такая штука Вот С дверью То же самое Я просто опущу Чтобы у меня Получилась вот такая дверь Теперь это дело Нужно потекстурить Соответственно Ctrl-C Ctrl-V И средняя кнопка мышки Вот То есть видишь все В принципе Да если не изморачиваться Над аккуратностью Вот здесь вот У меня чуть-чуть Разъехалось Я пока Оставлю так Мне на самом деле Не хочется тут что-то менять Вот Давайте пока Так оставим Вот здесь вот Я хочу сделать Большую дверь Вот Для этого мне Нужно сделать следующее Смотрите Я беру Ctrl-D И Прорезаю Две линии То есть Это будет Наша дверь Вот Теперь мне дверь Нужно опустить Вот И нужно сделать Еще одну штук В игре Когда дверь Будет Подниматься Будут Подниматься Вот эти вот Боковые стенки А мне бы Этого не хотелось Поэтому я сделаю Следующее Я Выберу Вот эти Две Линии Правой кнопкой Мышки Мышки И здесь сделаю По-моему Вот эти две Опции Чтобы они Не двигались Но если вдруг Что-то не заработает Мы Поправим Ничего страшного И Давайте я Выберу Текстурку Специальную Для этого Для этого Дела Какие-нибудь Типа Door Track Вот это Вот Видите как Прикольно Да Стал С Ctrl V Так Теперь мы Дверь Опускаем Вот видите Эта штука Не двигается Опустили И Собственно Нам надо Текстуру На дверь Сделать Вот Мы Будем Использовать Стандартную Зеленую Текстуру Так вот И Мы видим Что Наша дверь Слегка Получилась Больше Чем Нужно Вот Сами Текстуры В думе Не Растягиваются И поэтому Если я Хочу Чтобы Она у меня Была Как бы Нормального Размера Я Просто Вот Подгоню Вот Эту штуку Так Сейчас я ее Сдвину Скорее Всего Это Что-то Типа 144 Сейчас Я Я все Это Делаю На глаз Нет Видимо Еще Скорее Это 128 Размер Да Вот Видите И По высоте Идеально Совпало Так То же Самое Я Сделаю Здесь Так Теперь Надо Сделать Чтобы Наша Дверь Открывалась Вот Для Этого Мы Сделаем Следую Тут На самом Деле Тут Прямо Это Магия Сейчас Будет Смотри Для Этого Нам Нужно Сделать Новый Так У Сектора Вот Такой Вот Это Для Того Чтобы Движок Знал Какой Сектор Надо Поднимать Вверх То есть Он На самом Деле Не Знает Что Это Дверь Он Знает Вот Типа Он Умеет Поднимать И Опускать Вниз Вот И поэтому Вот Как бы Вот Я ему Сказал Что Вот Вот Этот Сектор А далее Мы Идем В линии И Здесь Мы Жмем Вот Тут Вот Есть Опция С Дверью Связанная Давайте Вот Этот Вот Door Open Нам Нужен Да Вот Вот И Он Говорит Какой Сектор Мы Говорим Сектор Один Какая Скорость Наверное 16 И Знаете Чего Надо Чтобы Она Умела Поднимать Подниматься И Закрываться Еще По Моему Надо Не Этот Использовать А Другой Но Это Там Наверное Должны Open Close Там Есть Такая Штука Тут Знаешь Тут Есть Door Rise Вот Вот Этот Вот Более Правильно Вот Он Close Delay То есть Наша Дверь Будет Закрываться Через 5 Секунд Вот И Теперь Нам Надо Выбрать Триггер Триггер Player Press Use Вот А Можно Сделать Чтобы Мы Просто Подходили Да И Она Открывалась То есть Там Вариантов Я Смотрю Много Должна Может Сделать Какие Триггеры Да Вот Мы Сделаем Ловушку Когда Откроются Стены И На Нас Нападут Монстры Так Player Press Use И Нужно Еще Поставить Вот Эту Галочку Repeatable Action Давайте Проверим Вот Отлично Почему-то 5 секунд Слишком Маленькое Время Уже Открывает И сразу Закрывает Может Быть Там Не В Секундах Ну Да Может В Каких То Других Единицах А Что-то Еще Хотела Спросить Давай Я 100 Сделаю Посмотрим Что будет А на Какую клавишу У тебя Взаимодействие Получается С дверьми На Пробел Стандартно Я Сначала Я жал Типа Кнопку Е По Привычке А потом Вспомнил Так Ну 100 Ну Вот 100 Нормально Я так Думаю Что Эту Дверь Могут Открывать И Монстры Вот Сейчас Мы Это Проверим Давай я сделаю Здесь Побольше Дверь Тут У нас Будет Коридор Сделаем Как в думе Такой Классический Загнутый Коридор По моему Так Будет Прикольно Вот Как видите Все Предельно Просто Я Сделаю Чуть Чуть Повыше И Поставим Там Кнопочка Т Чтобы Перейти В режим Кого бы нам Тут Поставить Давайте Демона Поставим Вот И Посмотрим Сможет ли Он Открыть Дверь Сейчас Я Попытаюсь Как-нибудь Его Удержать Так Вот Отлично Смотрим Вообще Монстры В думе Умеют Это Делать Там По-моему Была Настройка Чтобы Двери Реагировали На Демонов Не Оразов Надо Сделать Тоже Давай Да Монстр Активейт Сво Вот Эту Штуку Надо Поставить Так Давай Сразу Сделаем Вот Здесь Что-нибудь Такое Прикольное Вообще В оригинальном Думе Сточники Света Давайте Я Прям По Классике Буду Делать Я Не Буду Использовать Ни Туман Там Ни Какие Модные Навороченные Штуки А буду Прям Вот Как Делали В оригинальном Думе Вот А делали Там Следующее Смотрите Делали Допустим Прорезали Вот так Вот Дырку И В дырку Вставляли Лампу Какую-нибудь Там Есть Такие Которые От Пола Прям До Потолка Идут Так Посмотрим Посмотрим Вот Они Давай Вот Эту Лет Использовать Отлично Какая-то Она Темная Вот Вот Этот Сектор Мы Делаем Максимально Ярким Видишь У него Райт На 128 Можно Реклера Да Вот Мы сделали Его Максимально Ярким И Теперь Мы Просто Поберем Как будто Эта Лампа Светит Делаем Вот Такой Вот Ну Сейчас Я Делаю Просто На глаз Вот У нас Получился Еще один Сектор И У этих Секторов Мы Поднимаем Яркость Максимально И Вот Смотри Как Это Выглядит Сейчас Я Запутался Чуть Чуть Вот Смотри Как Это Выглядит О Прикольно Ну Так Ну Типа Да Немножко Странновато Скажем Так Ну Можно В принципе Я Видел Как Некоторые Делают Как Б Еще Одну Линию Вот Так И Там Делают Не Такое Яркое Получение И Там Делают Типа Вот 255 224 Как То Наверное Еще По Какой То Средний До Переход Делают Вот Такой Вот В Принципе Так Можно Делать Можно Так Не Делать То То Есть Это Не Проблем Давай Я Сделаю Еще Какую Штуку Смотри Вот Прикольно Можно Сделать Вот Так Вот Например Просто Сектора Удалить И у Получится Две Вот Так Какая Колонны И Можно Сделать Вот Так Вот Просто Опустить Чтобы Здесь Вот Такая Штуковина Была Не Не Знаю Что Это Но По Моему Прикольно И Чтобы Прям Совсем Трушно Было Вот Здесь Вот Еще Сделать Вот Типа Свет Ты Знаешь Мне Кажется Две Штуки Лишние Я Просто Устану Их Делать И Поэтому Я Просто Так Нет Удалять Нельзя Можно Сделать Вот Так Удалять Нельзя В смысле Совсем Нельзя Нет Если Я Просто Удалю Он Удалит Весь Сектор Это Не Очень Красиво И Поэтому Я Просто Вот Этот Вертекс Сдвигаю Он Автоматически С С Сдвигает Вот Тут Сколько У нас Стояла Здесь Яркость 128 Соответственно Здесь Мы Делаем 128 128 128 Вот И Вот У нас Получилась Какая-то Странная Штука То есть Вот Здесь Вот Сверху Нормально А снизу Нет Видишь Да Вижу Надо Как-то С колоннами Это Делаем Еще Путишать Ты Знаешь Эта Штука Боюсь Что Не Получится Так Сделать Эх Вот Потому Что Потому Что Да Короче По-любому Вот Здесь Будет Оставаться Вот Эта Полоска И Лучше Без Нее Но От Колон На Само Деле Мы Можем Сделать Тень Так Давай-ка Я Немножко Сеточку Сделаю Поменьше Ну Че-нибудь Вот Такое Сделаю Приблизительно Нам же Не нужно Типа Супер Идеально Главное Чтобы Убедительно Было 128 Давай Посмотрим Как это Выглядит Ну Вот Так Вот Она Уже Хорошо Вот Так Вот Мы Нарезали Вот В принципе Можно Еще Помапить Здесь Какие-нибудь Текстурки Давай Что-нибудь Выберем Такое Поинтересней Что-нибудь На дверь Похоже Не на дверь Надо Колонну Сделать Давай вот Такую Сделаем Типа Хотя Какая-то Знаешь Не очень Текстура Так А сколько Мы уже Идем Так Мы 40 минут Я в принципе Планировал В один час Ложиться Но может быть Получится И дольше Потому что На самом деле Все так Достаточно Прикольно Получается Так Очень Бодро Что бы Выбрать Не знаю Я тут Столько Текстур Что я Прямо Нас Интересует Бэйс Давайте Только Бэйс Посмотреть То есть Мы Лучше Не мешать Разные Сеттинги Потому что Стремно Будет Так Как правило Только В первый Раз Сложно То есть Когда Вы уже Подберете Там Несколько Текстурных Сетов Будет Попроще Давай Киньте Металлические Может Посмотрим Там Были Китала Давай Вот эти Вот Вот Так Вот Смотря Прямо Практически Идеально Легла Ну так Знаешь Типа Не совсем Идеально Но Как бы Так Тут Правда Лампа Еще Есть Вот Здесь Сверху Мы Сделаем Мониторы Давайте Я сделаю Вот так Вот Типа Отрежу Еще Один Сектор Сделаю 64 Длину Так Здесь у нас будут висеть Наши экраны Нас интересует Вот этот Аппер Вот это вот Текстура снизу Вот это Текстура сверху То есть Если у нас Стены Глухие То у нас Используются Текстуры По центру А если Вот типа Сверху Или снизу Мы Опускаем Пол Или потолок То он Использует Вот я На самом деле И здесь Их могу Приподнять Видишь Этот сектор Его Можно и сверху И снизу Поднять И Соответственно Поэтому Отличается Короче Вот И здесь Я поставлю Экран Аппер Нас интересует Монитор Давайте Какой-нибудь Компьютер Давайте Вот эту штуку То есть Какие-то Внутренности Компьютера И Под потолком Да Нормально Да Это же Дум Там вообще Чего угодно Может быть Ну В общем Да Так И давайте Я выберу Вот этот Вот Его я просто Сдвину Вот так Вот Что-то Как-то Не получается Придется Меньше Его делать Вот так Вот Так вот И Меньше Тут Вот Отлично Получился У нас Такой экран Немножко С текстурками Факап Стали Стали очень Аккуратненько Стыковаться Вот этот Вот я Просто Выделю И Опущу Вниз Этот Фрочно Получается Правильно Да Какая-то 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 Кнопка Чтобы Он Не Подсвечивал Кнопка H Вот Видите Аккуратненько Без шва Здесь Сделано То же самое Вот здесь Вот А Смотрите Он Не умеет Он Сразу И И верхнюю И нижнюю Делает Вот Чтобы Снизу Здесь Было Аккуратно Можно Сделать Вот Такую Штуку Можно Сделать Небольшой Подоконник Условно Говоря Так У нас Будет И Детализация Побольше И Так Мы Так Сейчас Блин Я Немножко Путаюсь С Хаткеями Так Вот Можно В принципе Потекстурить Это Как бы Другой Текстуры То есть Вот Здесь Вот Например Сделать Чего-нибудь Другое Чтобы У нас Не Плитка Была Давайте Просто Вот Такую Вот Видишь Как Ну Да Стало Аккуратнее Намного Вот Поэтому Ну Аккуратность Это На самом Деле Вообще В Левел Дизайне Это Очень Важная Штука Вот Я Не Буду Ну Это Все Просто Требует Времени Поэтому Мне Не Хочется Этим Заниматься Сейчас Мне Хочется Сделать Именно Вот Побольше По Геймплей Так Сейчас Я Сделаю Здесь Control W Вы Ставите Камеру Вместо А W Вы В этом Месте Оказываетесь Вот Здесь Я Хочу Сделать Лампу На Потолке Какую Нибудь Ты Че Там Кликаешь Интернет Читаешь Скайп Двигаю Скайп Речем Не С Интернет Сейчас Покажу Просто Как У меня Это Отображается Иногда И Меня Это Беспокоит Но Это Скорее Проблема Скайпа Наверное Интересная Особенность В думе Нельзя Двигать Текстуру Потолка И Пола То Есть Вот Здесь У меня Лампа Не Поместилась Мне На Сам Деле Надо Сдвинуть Саму Лампу Чтобы Она Здесь Была И Я Чуть Чуть Вверх Углублю Вот У нас Появился Новый Сектор Я Сделаю Побольше Его Вот И Здесь У меня Будет Яркость Максимальная Здесь У меня Будет Яркость 200 А Здесь У меня Будет Чуть Чуть Повыше Яркость Так Сейчас Вот У нас Получилось Так Сколько Тут У нас 160 Нужно Эту же Яркость Вот Сюда Скопировать Вот Я Просто Сделал Комнату Чуть Чуть Поярче Вот Ну Так Она Немножко Странноват Смотрится Ну На самом Деле Вот Это Наверное Было Лишнее Чтобы На потолке Не Светилось Вот Она Светится Лампа Наверное Получше На полу Вот Эта Штука Светится Будет В любом Случай Так Чего Нам Еще Сделать Так Дверь У нас Есть Свет Мы Вроде Как Поставили Можно Лифт Сделать Можно Сделать Лифт Да Это Будет Прикольно Можно Сделать Телепорт Кстати Говоря В Думе Они Ж Есть Можно Сделать Ловушку И Еще Что То Так Сейчас Я Подожди Посмотрю Что Отправляла Я Просто Периодически Вижу Это Так Ну Ты Знаешь Это Все Скайп Это Скайп Такой Скайп Так Ладненько Давайте Знаете Че Будем Здесь Дверь Делать Мелкую Давай Попробуем Давай Сделаем Вот Для Этого Я Сделаю Сетку Побольше И Просто Прорежу Вот Собственно Эту Дверь Мы Делаем По такому же Принципу То есть Вот Эти Вот Линии Мы Блокируем Чтобы Они У нас Не Двигались Соответственно Назначаем На них Текстуру Door Сектор Так 2 Скорость 16 Закрывается Через 100 Repeatable Actions Монстры Могут Открывать И Плеер Press Use Вот Теперь Осталось Только Выбрать Текстур Нам Нужна Маленькая Дверь Я знаю Что здесь Есть Такие Она Тож Добат Наверх Открываться Да Все Двери В Думе Наверх Открываются Давайте Вот Эту Использовать Вот Практически Чуть Чуть Она Может Быть Не Совпадает Вот И Вот Здесь Нужно Тоже Покрасить Сектор Сто Шестьдесят То есть Вот Эта Комната Будет Наш Скажем Так Образцовый Кусок Вот По Качеству То есть Мы ее Там Аккуратненько Сделали Там Еще Что-то Вот Давайте Что мы Еще Делать Давайте В комнату Положим Аптечку Вот Аптечку Так Health And Armor Медикит Нас Интересует И Давайте Положим Патроны Для Дробовика Это У нас Будет Амнишн Селс Что-то Там Как Вот Вот Эти Box Of Shells Есть Еще Маленькие Патроны Четыре Штуки Но Мы Будем Класть Сразу Целую Коробку Так И Теперь Давайте Лифт Сделаем Да Давай И Телепорт Потом Лифт И Да Вообще Отлично Так Здесь Мы Сделаем Вторую Комнату Давайте Пока Вот так Вот Я ее Обозначу И Запомните Не делайте Никогда Квадратное Поэтому Здесь У меня Будет Вот Так Вот Интересная Комната Так 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 И Знаете Как Есть Такое Правило Make Unperfect Давайте Вот так Сделаем Чтобы Она Не Была Симметричной Так Кнопочка Сейчас Я пытаюсь Продумать Ее Дизайн Вот так Вот По-моему Отлично Так Вот Просто Супер Так Ее Мы Поднимем Вверх И Давайте Вот Настолько И Соответственно Вот эту штуку Мы Тоже Поднимем Вот Тут Мы По Текстурим Вот Опять Нам Надо Сделать Чтобы Вот Эти Штуки У Нас Не Двигались Поэтому Мы Их Получим Вот Так Вот Теперь Мы Поднимаем А Нет Смотри Что-то Почему-то Двигается Так Сейчас Посмотрим Опер Наверное Вот эту Надо Попробуем Нет Странно Что-то Во Отлично Надо было Другой Флаг Выбрать Странно Кстати Ну да Ладно Это все Как бы Не важно Так Это будет Наш лифт Изначально Он будет Стоять Вот так Вот Сверху И мне Кстати Хочется Чтобы Щели Не было Видно Поэтому Я Блин Подождите Господи Запутался В кнопках Так Сейчас Вот эту Штуку Мы Просто Приподнимем Вот так Вот Чтобы Не было Видно Так И Здесь Мы Сделаем Текстуру Лифта Так В думе Для этого Есть Специальные Текстуры Для Лифтов Я думаю Что Для Лифта Ты знаешь Я уж и забыл Вот такая Используется Точно Что-то Нет Так Ты тут Да Я тут Я просто Слушаю тебя В этом Какие-то Странные Так Надо Вот эту Не вот Это Вот Что-то Я Непонятно Это У нас Как стена Это Мы Не На Медл Должны Накидывать Да Вот Вот Так Вот Ну Единственное У нас Высоковаты Да Стены Для Эти Текстуры Получается Да Я рад Что Ты Все Это Видишь Оно Прямо Бросается В глаза Давай Я Какую Нибудь Типа Вот Такую Сделаю Да Чуть Вытянутая Да Сделаю Чтоб Она Так Не Палилась Трим Вот Такой Да Нормально Вот И Простенько И Со Вкусом И Вот Здесь Вот Я Накину По Еще По Другому Трим Чеку Какому Нибудь Просто Чтобы Выделить Чего Нибудь Такой Типа Пу 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 Слишком Много Времени Я На Это Трач Давайте Я Вот Так Сделаю Просто Чтобы Обозначить Его Ну да Отбивка Какая Нужна Так Теперь Собственно Нам Нужно Чтобы Наш Лифт Срабатывал От Кнопки Давайте Сделаем Наверное Давайте От Кнопки Сделаем У 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 Попробуем По Другому Имеется Ввиду Типа Не Не Тыкать На Сам Лифт А Тыкать В Кнопку А А А Прикольно Вот Так Для Этого Нам Нужна Сначала Так Сейчас Пытаюсь Скопировать Вот Для Для Этого Нам Нужна Текстура Кнопки Возьмем Стандартную Думовскую Кнопку Вот Какую Нить Вот Эту Отлично Можно Ее В Принципе Чуть Чуть Поменьше И Поуже Сделать То Она Какая Слишком Большая Получилась Вот Так Вот Это Будет Наша Замечательная Кнопка Вот Давайте Я Вот так По текстуре Чтоб Все Аккуратно Или Давайте Лучше Вот Этим Смотрите Как Прикольно Мы Ее Прямо Выделили Вот И Теперь Собственно Нашему Лифту Нужно Присвоить Тег Новый Третий Будет И Тут У нас Будет Вообще На самом Деле Лифты Лучше Делать Просто Обычным Юзом Ну ладно Хрен с ним Мы сделаем Кнопку Ничего страшного Итак Тут У нас Будет Repeatable Action Player Use И вот Здесь Вот Нам Нужно Элеватор Ловер Вот этот Вот нам Нужен Элеватор Ловер На Ближайший Этаж Получается Да Спасибо Что ты Меня Так Три И третий Да так 16 Вот так Вот Так Я Думаю Что Так Будет Работать Давайте Проверим Так Посмотрим Сначала Дверь Звуки Все в думе Автоматически Подставляются То есть Вот я взял Нашу аптечку Вот Наше окошко Окошко Кстати Можно Пониже Опустить Угу Вот светит Наша Прикольная Лампа Стилизованная Так А что-то Не это Не фурычит Так Ладно Может Может тогда Аппер Вниз Он же наверху Находится И должен Вниз ехать Аппер У нас Верх Ловер У нас Низ Может Что-то Не то Выбрали Может быть Сейчас Посмотрим Может быть Влияет Положение Вот этого Направленности Фейса Видишь А Кстати Может быть Вот Кнопочкой Ф Я его Разворачиваю Давай Попробуем Но Я так думаю Что Не должно А Не смотри Ко Влияет Сработал Да И И почему-то Стали стенки Двигаться Так И Поднимется Леон вверх А вверх Он Походу Не поднимется Надо еще Одну кнопку Сделать В самом лифте Ну да Или А можно Сделать так Чтобы Он Спускался Ну Как С дверью Да Сейчас Попробуем Сделать Это Не Не Репитабл Экшен Так Сейчас Мы Вот Эти Вот Штуки Получим А вот Смотри Я Им Ставил Лог А почему То Он Как Б Давай Вот Так Вот Эти Две Включу Что Мне Не Понравилось Как Он Сядил Так Ладно Сейчас Мы Посмотрим Вот Вот Этот Давай Элеватор Расту Актив Флор Попробуем Но Видишь Здесь Нет В Времени Чтобы Он Жал Ждал Поэтому Давай Мы Что Нибудь Еще Посмотрим Что Здесь Еще Есть Силинг Так Разрушение Потолка Куча Всего Силинг Мув Кстати Есть Да Я думаю Что Мы Можем Типа Флор Сделать Мув Сейчас Мы Посмотрим Флор Вот Флор Мув Вот Вот Флор Ловер Ту Ловист Флор Наверное Это На Нижний Этаж Пишет Но У него Здесь Тоже Нет Времени Надо Еще Какой Нибудь Флор Райс Флор Ловер Вот Это Давай Попробуем Здесь Он Показывает На какое Значение Он Опускается Так Посмотрим Что тут Еще тут Есть Ладно Хрен с ним Давай Так Оставим Вот Сделаем Там Еще Одну Кнопку Давай Просто У нас Будет Такая Кнопка В лифте Сделаем Как У нас Тут Был Элеватор Актив Флор Вот Райс Актив Флор Сделаем И Вот здесь Вот мы Сделаем Просто Еще Одну Кнопку Не знаю Правда Как это Будет Выглядеть Наверное Плохо Да У нас Вот такая Стена Из Кнопок Получилось То есть И это Никак По другому Не сделать Разве Мы же Можем Вынести Да Наверное Просто Как мы Делали С подоконника Да Можно Вот Вот Так Вот Ну да Вот Отлично Надо Только Это Опустить На Блин Для того Чтобы Опустить Надо Ты знаешь Мне не нравится Почему-то Вот эти Вот стенки Все равно Двигаются Я вроде Их Во Вот Вот Сейчас Перестали Снова Вот Так Вот Так Сейчас Секундочку Можно Кстати Сделать Чтобы Он На Это Начинал Двигаться Когда Мы Жмем Не кнопку А Когда Мы По Проходим Ну Да Это Было Было Логично Ты знаешь Я уже С кнопкой Стал Делать Поэтому Хрен бы С ним Так Вот 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 Так Сейчас Я ее Немножко Сдвину Господи Я опять Запутался В кнопках И Надо Наверное Ее Пониже Сделать Чтобы Она у нас На уровне Находилась Вот 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 Сойдет Так И Здесь Есть Такая Штука Видишь Я Навожусь И он Подсвечивает Лифт Здесь Есть Такая Штука Типа Copy Properties И Past Properties Видишь Я просто Скопировал Но Он Как бы Тут Небольшая Проблемка Он Текстурку Потерял Вот А так Эта штука По идее Должна Работать Давайте Я Сохранюсь И Проверю Так Подожди Надо Его Поднять Только Блин Все Равно Стены Ездят И Он Еще Вот Эту Штуку Опустил И Типа Ты же Скопировал Properties С той Кнопки А та Кнопка Делала Так Чтобы Он Ехал Вниз Наверное На эту Кнопку Надо Ставить На Барах Типа На Активный Этаж На Т Т Т Т Нет А почему Эта Штука Опустилась А Все Я Понял Ладно Сейчас Мы Все Поправим Смотри Вот Эта Штука Опустилась Потому Что У Нее Так Три Чтобы Она Не Двигалась Ей Нужно Сделать Так Ноль Вот Отлично Вот И Здесь Мы Сделаем Типа Элеватор Актив А мы Сделаем Элеватор Ту Ловер Ту Флор А Здесь Мы Наоборот Сделаем Хай Ага Так Вот И Почему-то Блин Все равно Стены Двигаются Я Их Короче Пытаюсь Получить Они Не все Были Получены Судя Двигаются И Он Опустился На Нижний Этаж Он Опустился На Типа На Уровень Кнопки Так Сейчас Попробуем Нам Нужно Просто Вот Эту Штуку Опустить Раз Два Вот Так Теперь Он Опустится Ровно И Меня Волнует По-прежнему А Можно Лежить Можно Ли Сделать Или Нет Ты Знаешь А Давай Снимем Вообще Посмотрим Что Снимем Эти Галочки Я Поняла У меня Все Равно Двигается Так Ну А Я Понял Он Двигается Как Блин Ты Знаешь Я Придумал Изящный Способ Решение Проблемы Решение Этой Проблемы Я Б Назвал Его Дизайнерским Так Вот Мы Просто Сделаем Вот Так Вот Честную Кабину Сделаем Нет Не Честную Кабину А просто Вот Кстати Смотри Здесь Есть Высота И Можно Просто Скопировать И Просто Вставить И Вот Сюда Мы Сделаем Не То Чтобы Честную Кабину А Мы Сделаем Просто Вот Как бы Лифт Вот Отдельно Вот У нас Будет Вот Так Если Не Получается Сделать Ну Мы Немножко Захачем В принципе Он Как бы Вот Такой Вот У нас Дизайн Интересный Получился Так Я еще Хотел Телепорт Сделать И Боевку Так Теперь Он Не Поднимается Вверх Вот Это Фейл Вообще Стали Писать Тутер А Ничего Блин Не Работает Сейчас Я Посмотрю А почему Он Кстати Не Поднимается Райс Видимо Он Считает Вот Этот Вот И Ладно Хрен С ним Мы Его Просто Поднимем Лифт Давай Флор Райс Флор Райс Вон Чуть Выше Ниже А Хотя Тут Дофига Тухая С Флор Ну Типа На Верхний Этаж На Поднимается Это Подъем Муза Муза Маунт Вот Теперь Вот Стопудово Будет Работать Посмотрим Призываем Делал Все Вообще Это Стрельнул В Меня а я вот эту штуку сверху нет подожди подожди тут все честно а почему эта штука сверху меня придавливать стала господи какой ужас ладно давай здесь сделаем не элеватор а тоже флор ловер сделаем вот ловер на минус 200 что он так не может делать бы я а просто 200 я не думал что типа с лифтом у нас возникнет столько сложностей просто колоссальные сложности так посмотрим так ну все осталось здесь сделать еще одну кнопку чтобы мы могли типа нажимать его вот здесь вот но этого делать я уже не буду все я уже устал или ладно уж давай хрен с ним сделаем давай добьем давай давай добьем действительно так чуть-чуть ты там кликаешь на ты торчу моделишь что-нибудь нет расскажи что-нибудь как бы не знаю там про работу свою пока я буду делать чтобы это знаешь из-за чего из-за того что я болтаю и отвлекаюсь я насколько могу пытаюсь тебе помогаете смотрю что ты делаешь после в том действительно неожиданные сложности какие-то возникают так по работе чем чем могу рассказать по работе мы делаем мобильный проект я и лид артист на этом проекте по 3d в данный момент делаю и персонажку и окружение в зависимости от того какие задачи упадут сейчас нам не от локация как раз да а чё за локации а арена на которой будут биться наши роботы новые игра же про мехов которых мы собираем типа аля покемон го вот и у нас будут арены на которых можно будет драться этими мехами сейчас первая арена у нас делается это городская локация с высотками разрушенными типа две улицы получается я собираю два вида под камеры то есть у нас аниматор уже выставил камеры мы выставили персонажей чтобы они прикольно между собой дрались и по композиции вписывались в экран телефона и вокруг этого всего я выстраиваю уже локацию unity вот в данный момент осталось затекстурить достаточно прикольно на самом деле но я все-таки не инвирщик мне это не очень близко но как опыт прикольно потому что я узнала наконец-то более или менее нормальной unity до этого мне не приходилось в нем работать особо потому что я обычно как персонажник отдавала свои модели аниматору и уже аниматор все это выгружал с локацией и со всеми ассетами для локации я очень хорошо и близко познакомилась с движком как раз сорс 3 с unity с настройкой света с настройкой материалов так что это довольно прикольный опыт вот за последний месяц ты знаешь у меня возникла еще одна проблема если кнопку нажать два раза еще ниже так у него стоит прям команда опускаться ниже они не вот-вот-вот фрул ловер ту ближайшему лорда а вверх он не сможет подниматься потому что блин короче я не знаю мы на этом лифте просто засели хрен с ним ладно ладно давайте пора отпустили двигаемся дальше все нормально понять простить да ну то есть как-то он работает вот и все и слава богу так давайте дальше делать нужно сделать наверное боевку давайте сделаем типа большую комнату сейчас я сделаю что-нибудь такое просторное большой зал поскольку времени мало придется действовать крайне быстро быстро боевка то есть мы помним что как бы лучше это враг хорошего и поэтому мы не будем очень сильно заморачиваться а сделаем все по простому это я делаю лестницу если что вот так вот и здесь я тоже сделаю лестницу но уже внешне тут чуть-чуть кривовато вышло но как бы нас это не пугает просто сдвину или не будут двигать то не так оставлю ничего страшного так здесь мы сделаем колонны у нас будут такие вот типа три штуки вот и вот так вот и здесь мы сделаем то же самое не помнишь для какого дума я делал для первого или для второго я что-то запамятовал для первого по моему так сейчас мы придется все это выделить не помню если какой-то способ все выделить вместе но по моему вот каждую ступеньку всегда приходится выделять отдельно так мы будем прям placeholder и делать скажем так прям вот вообще супер быстро сейчас я ступенечки сделаю могли подниматься наверх так вот эту штуку я просто так вот опущу нормально то же самое здесь это у меня чуть-чуть пониже будет можно в принципе ступеньки повыше делать но тогда это будет не очень красиво можно на два приподнимать давай я сделаю на 2 чтобы показать как это по уродски смотрится надо наверное еще проверять в игровом же до режиме как это вообще не сильно ли они высокие так ты знаешь я эти штуки уже на глаз определяю в принципе вот такая нормальная лестница вот теперь нам нужно сделать сейчас скажу чем бы нам еще сделать давайте в центре положим оружие вот и будет у нас двухстволка супер шотган одно из моих любимых оружий вот поставим в комнате парочку солдат монстр нас интересует господи как его зовут то давайте так их не я хочу обычного солдата не помню как он зовется вот он сержант здесь стоять будет здесь у нас будет стоять human за колоннами будут и здесь мы в комнате сделаем парочку импов просто чтобы они у нас здесь были вот положим бонусов здесь у нас будет аптечка так где у нас аптечка амнишин а давайте несколько патронов положим и парочку аптечек вот так вот вот эту сдвинем сюда наверх можно кстати ставить всякие думовские объекты это у них используется кое-что для оформления у них используется типа вот на базе используется вот такие лампы можно их в принципе по углам поставить они наверное даже как-то светить будут довольно большое помещение может еще чень туда воткнуть ну просто временем мало понятно что можно мне просто хочется типа закончить уже давайте знаете я чё сделаю мы сделаем вот так вот чтобы все таки дверь наше не ломалась мы здесь сделаем типа эта кнопка как будто сломана эта кнопка как будто сломана а эта кнопка у нас просто работает один раз и все и у нас типом монстр на лифте к нам спускается по моему отлично вот так теперь нам собственно надо сделать ловушку с ловушкой все достаточно интересно будем спавнить монстров вот то есть мы как бы подходим к этому шотган берем и у нас в комнате начинают на нас нападать монстры и пупу 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 давай в комнате сделаем одну лампу чтобы у нас все таки красиво было такую вот это она у нас так вот будет светить ну блин ну блин вроде ок да а надо еще вот от этой тень запустили да не хватает так вот так и отсюда вот еще вот сюда так тут вот это все в тень попала вроде бы вот так вот давай проверим так ты не развел до их еще по яркости или или разу нет ты знаешь вот 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 сейчас я их буду развалить по яркости вот так вот по моему нормально а мам прикольно посмотрим можно здесь еще сделать щелку ну ладно хрен с ним и так сойдет да смотри как прикольно интересно получилось фонарь у нас такой светит а вот здесь еще надо максимальную чтобы она светилась вот норм вообще красота так и теперь собственно сделаем этот как его ловушку сделаем для этого нам надо сделать комнату для монстров где они будут спауниться нет они там будут ждать когда настанет час так сказать прям устроим прям настоящую бойню устроим вот 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 так вот так теперь надо комнату наполнить монстрами кто у нас будет у нас будут импы для начала монстр имп раз-два несколько импов так вот потом у нас будет кака демон кака демонов я люблю так и под конец у нас будет еще немножко импов под конец у нас будет этот сейчас скажу у нас будет хелл найт у нас будет вот потом у нас будет хелл барон баронов хелл он более толстый а здесь у нас будет значит этот как его демон три штучки и ревенант ревенант вот страшный наш вот здесь нам надо сделать линию так вот эта линия у нас будет телепортом то есть когда монстры будут через нее переступать они значит будут типа короче телепортироваться телепортироваться они будут специальную точку так как она зовется интересно надо вспомнить map spot он зовется это будет макс папа spot 1 это будет мак макс под 2 и вот здесь вот давай вот сверху будет map spot 3 соответственно им нужно придумать уникальные таги потому что в думе все вообще на тагах так здесь мы сделаем 4 этот будет 5 этот будет 6 соответственно с вот этого у нас будет нас интересует телепорт вот этот spot так наверное вот этот вот нас интересует 4 теперь теперь вот и здесь нужно нажать монстр волк с овер чтобы эта штука работала на монстров этот у нас будет телепорт на пятую точку а этот на шестую монстр вот так вот монстр так и теперь давай-ка еще подумаем что нам нужно а теперь нам нужно написать кастомный скрипт вот всем монстром мы назначим так новый номер семь и напишем скрипт кастомный и будет он знаешь как называться у меня здесь есть шпаргалка на скрипты потому что я давно уже этим не занимался и некоторые штуки уже подзабыл будет у нас скрипт 1 не знаю для чего нужен void скажу честно things hate по-моему так так значит сейчас скажу подожди вот так вот правильно и в скобках у нас будет 7 0 0 господи как давно я это не делал вот так вот сохранимся так что-то ему не понравилось посмотрим ты хотел ты что-то про ненависть пишешь хейт или или высота хочешь задание это ненависть да сейчас подожди мне нужно понять а почему же мой скрипт не заработал а потому что надо скрипт 1 open куку 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 блин все как сложно а может быть надо вот это вот написать сейчас посмотрим так так вот смотри сработал не знаю что это значит но все сработало короче смотри что будет изначально вот эти монстры о нас ничего не знают и они нас как бы не видят вот когда я возьму дробовик я сделаю такую штуку скрипт экзекьют это я помню это номер 80 и скрипт номер один я сделаю вот так вот короче когда я возьму дробовик эти монстры с вот этим тагом начнут нас ненавидеть это значит что они начнут нас видеть соответственно они зашевеляться начнут здесь ходить дойдут до телепорта и телепортируется собственно вот так вот оно и работает и давайте проверять до давайте здесь я еще этот положу пулемет просто чтобы вот у нас здесь был и ящик с патронами мы будем класть много патрон не так как в doom eternal блин мы будем класть очень много патрон и здесь мы эти патроны короче вот мы их скопируем еще вот сюда с патронами у нас никаких проблем не будет вот и вот здесь вот мы еще положим броню так амунишин хелс и славы грин армия вот все то есть наш им будет охранять гримп армор так все и теперь я сохранился давайте проверим давай палач рока да смотри вот она спускается кнопка сломана видишь но зато ничего не ломается видишь там просто по техническим причинам кнопка лифт на профилактике просто да 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 мне так нравится как с тенью с вот этой вот прям реально прикольно получилось так ну чтож проверим давай о полезли как-то знаешь я думал что они будут поактивнее это делать когда они это медленно делают медленно доходят до точки видимо да 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 им нужно меньше места сделать и нужно и узнать как еще сделать дай-ка я ноу клипом их проверю как они там вообще чего они там делают это клип команда вот так нет вообще-то они дошли а им нужно сделать наверное тоже repeatable action вот здесь вот repeatable action потому что только одни телепортировались и давай знаешь чё побольше сделаем как-то мне показалось маловато маловато пусть да сейчас я только чтобы они друг на друга нет да чтобы у нас и какодемонов побольше было и ревенант 2 сделаем еще одного какодемона в конце чтобы у нас так знаешь типа жирно было давай я включу чтобы еще музыка была потому что почему-то музыки нету потому что музыку надо включать вот из-за чего ладно хрен с ним с музыкой вот это просто на фоне поставить мика гордона и будет отлично да ладно и так скатиться сейчас мы возьмем броню вообще это комната такая большая что сюда и манкубус был влез так ну вот они примут полезли ну да нормально так сейчас я со всеми разберусь значит нам надо сделать выход с уровня и надо сделать музыку вот давай добавим блин ты знаешь это слишком много нет уж давай добивай теперь с кулака придется блин а подожди у нас же здесь есть патроны да тут еще смотри он вот эти жирные да все прям патрон в патрон уложился и так давай знаешь что сделаем выход с уровня это будет дверь и здесь у нас будет типа комната с выходом какой-то у нас гигантский тутер на два часа получила ну ничего главное что весело это да так вот так вот так вот так 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 здесь у нас дверь будет придется немножко побольше сделать так здесь у нас будет кнопка по классике как как то факап на у нас вышло но мы из за того что мы все на скорую руку ну вот тоже понятно что делать и понятно как это собирается самое главное мне кажется но ради чего все происходит то да я вот так вот сделаю по читерски так так отлично эта кнопка выход с карты теперь нам надо дверь сделать так так текстура двери так вот я уже не буду ее выравнивать такая кривая будет чуть-чуть только здесь приподниму так вот вот блин на разных уровнях во вот так вот теперь на одном вот вот эта дверь у нас будет открываться когда мы убьем последнего монстра так у нас здесь где-то был барон вот когда мы убьем барона у нас откроется дверь тогда мы присвоим ему новый тег вот этот вот восьмой тогда в нашем скрипте нам нужно дописать на восьмой тег надо сделать еще один скрипт пупу пупу и тут я уже не помню какой работает на убийство поэтому мы просто поищем а может быть у него есть что-то давай здесь посмотрим вот он на самом деле ему не нужен новый так вот он может просто сделать door open и так нам нужно только вот здесь вот присвоить восьмая дверь соответственно он у нас откроет восьмую дверь со скоростью 16 посмотрим да вот я на него навожусь дверь и подсвечивается и здесь нам нужно плеер энд вот энд гейм гейм наверно что ну не знаю энд гейм как-то энд нормал наверно нужно чтобы он переключил на следующий уровень и тут какой-то позиция есть так хочу здесь видимо куда именно видимо тоже ставишь так на какую-то новую локацию после этой но если это энд нормал наверно не знаю я вот короче можно на этот посмотреть на вики вот здесь вот вот z-скрипт актер стейт актер функшен экшен экшен спешил так и давай к энд лэвл вот так вот сделаю посмотрим что он нашел что-то как-то тут ни хрена не казуально ладно хрен с ним мы методом тыка вот вот это все оставим на ноле мы просто сдвинем нашего героя и и то есть индикация это и так как и вот то и и то и и и и и и и и короче вообще на самом деле обычно делают что он просто на следующий уровень дума но у нас тут как-то типа ну ладно так тоже сойдет мы как бы лучше враг хорошего типа и как бы так теперь нам нужно поставить музыку и давай-ка посмотрим вот здесь вот так и попробуем play music map info надо эпизод господи все так сложно что я просто офигеваю вот music map definition вот это вот короче надо видимо создать файл эпизод дефинишн так сейчас я кое-что посмотрю видимо вот этот она и есть давай проверим так и чит такой чит открылась map ресурсы так нет это какая-то хрень а куда же писать эту штуку а может быть в скрипте получится сделать давай попробуем скрипт ладно если нам не получится сделать музыку то как бы ничего страшного так скрипт 2 по-моему так пишется но это не точно мне приходится постоянно споргалку смотрите надо вот так вот open делать скрипт 2 open то есть это значит что он при старте сработает мюзик не работает он обычно плей он обычно подсказывает но не в этом случае так сейчас я посмотрю еще раз на вики ту 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 как все сложно то вот activate set music я нашел давай вот это попробуем давай с этим юзик и здесь у нас будет е1 м1 вот так вот что-то не зафурычил так а как я вообще правильно ли я нажал пупу папах потуху папах вот так нет сейчас дожди а куда я до этого тыкал вот old формат как она называется а вот он д надо вот так вот так ну что ж давайте если не не заработает то как бы и хрен бы с ним если заработает это будет клевый финал включилась супер я к сожалению не слышал но рада за тебя сейчас я пройду свою карту финальная проходочка под музыку под музыку кстати совсем ты знаешь я подумал о том что вот будет облом если у нас эта штука не запишется это будет просто epic fail я потом пересмотрю еще со звуком на ютубе или куда там будет короче ребята играйте в правильный doom они в эти ваши doom и тёрнул и прости господи тоже клевый нет тоже клевый нету надстойный мне понравился как мне это но поддавали смотри как наплодил то вон сколько аптечки то нету уровень сложности высокий себя сделал сейчас я вот птичка странно что не отспавнились наши ревенанты может еще будут там он один по моему всего есть да так все у меня патроны закончились дверь открылась все я ухожу все мы сделали карту я считаю что это отлично давайте я еще раз посмотрю то есть как видите на самом деле то работать с думом очень легко очень просто это супер прикольно вот и это вот настоящий такой олдскульный левел дизайн без всяких там знаете там в ваших next генов и прочего я выглядит на самом деле очень клево и прикольно что можно сразу в это поиграть и это все супер динамично ну прям прям здорово да можно почувствовать себя разработчиком из 90 до или даже вот это это прикольно это очень круто ощущение да ты знаешь да я прямо кайфанул сейчас и это было прям очень интересно наблюдать все я бы сама пособирала тоже блин как мы порвотились с кнопкой это конечно смешно давай за чего напоследок я еще маленький полишинг сделаю я хочу вот этот сектор светлым сделать давай вот так вот я просто ему подниму немножко яркость чтобы он был посветлее так вот просто чтобы нашу кнопку было то лучше видно и можно на самом деле тут что-то в конце так сложно получилось можно еще аптечек просто добавить и все и можно вот эту дверь закрывать еще чтобы мы не могли с арены смыться так тоже делают потому что сейчас смотаться можно вот так что вот такие дела как не сделали мы телепорт ну мы сделали телепорт для монстров так что в принципе это считается и ловушка у нас получилось да получилось очень прикольная боевка можно в принципе вот здесь вот побольше монстров напихать то есть вот вот здесь коридоре ни одного а несколько ну то есть на самом деле ты вот как бы играешь в карту что-то в ней поменяешь потом снова играешь снова меняешь вот естественно все вот это вот можно было поаккуратнее сделать там по красивому ну то есть тут много всего вот здесь вот кстати не должно светиться но тут как бы с этим ничего не поделаешь движок так устроит я знаю что в а инфьюри у них были специальные теневые плашки которые они вот так вот вставляли вот на вот такие места и там кстати освещение очень круто сделал я когда в нее играл она на движке дюкну кима и там просто ну вот просто вот она офигеть какая красивая я могу ее кстати сейчас включить просто посмотришь у нее кстати тоже есть редактор вот но там я уже вообще забыл что такое редактор для дюка то есть это прям так а что-то у меня его здесь нету overwatch квейк давай-ка через steam запустим как раз вот у нас пять минут есть мы посмотрим типа на старенькая давай так и так а инфьюри играть давай-ка мы в окне ее запустим типа по 1720 господи какой тут выбрать вот он он open gl и в окошечке очень крутая игра я прошел наверное раза два сейчас я покажу тебе она офигенно красивая вот она уже на движке от дюка сделано и там освещение просто офигенный блин очень круто да тут у них видишь они могут еще красить то есть тут тоже сектора используются вот но они их могут подкрашивать вот видишь здесь в красный цвет здесь желтый цвет сейчас тут где-то был выход на улицу мне очень лампочки нравится как сделаны на потолке свет такой мягкий ну учитывая графику да где . прикольно ты знаешь я не понимаю почему на моем компьютере игра подтормаживает вот это вот это мне непонятно блин локация очень интересная возможно из-за того что короче я записываю видео и возможно из-за этого да скорее всего ну я могу сказать что такую карту нифига не быстро делать и вот она продуманная очень она очень продуманная она прикольная по свету по композиции очень разные локации узкие пространства широкий эндоро удар но очень клево очень клево да вот смотри кстати вот светит лампа и вот она видишь какую тень дают и вот они смогли сделать вот такую косую тень вот короче я бы сказал что на такую локацию нужно минимум месяц работая а то и все два вот ну то есть я вот такие никогда не делал локации вот здесь смотри какой свет тут от лампы тут вот от фонаря очень прикольно очень клево да вот здесь вот видишь светит вот они офигенно со светом поработать чат прям захотелось поиграть да отличная игра ну то есть я прошел ее летом с огромным удовольствием ну то есть это просто просто супер вот так что при этом она довольно свежая прикольно смотрится 2020 году прикольно что такие штуки и играют сейчас в ней офигенный level design ты знаешь вот короче здесь здесь можно бегать что-то там исследовать тут можно в туалете меня убили ты знаешь я вот играл в нее а после неё я играл в контрол так вот или ты знаешь я захожу в контроле в туалет и там все статичное я понимаю что в контроле мир вот он искусственный но вот он пар он просто ну типа из-за того что современные игры так дорого делать уже все забыли про детали просто вот короче вот ну потому что на это нет времени на секретики на детали там еще начата вайнфьюри дофига секретов вайнфьюри можно в туалете воду спускать там можно типа кабинки открывать там можно фен включать или что-то там еще я уж не помню там на одной из карте стоит пианино и у пианино они сделали вообще все кнопки активные то есть на каждую кнопку там своя нота и вот таких вот деталей малюсеньких их просто дофигища и вот современные игры они все этого всего вот этого лишились в погоне за графикой к сожалению ладно все давайте мы ведь на этом закончим вот спасибо они покажут свою фотографию с нами сегодня была они морган вот она работает в скримскуле преподавателем кстати говоря мой персонаж до на игровой графики вот ну ладно все короче пока спасибо большое было супер интересно давайте до новых встреч пока пока